Приветствую, друзья! Если вы помните, то в крайнем ролике мы рассказали о нашей автопрогулке в горы. Собственно, это было заключительное видео по мотивам крымского отпуска. Однако по дороге в Москву у нас было запланировано еще одно мероприятие. Получалось так, что у нас сорвалась поездка в Геленджик, и осталось некоторое чувство незавершенности, что ли. Хотелось помимо Крыма посмотреть что-то новое, и очень кстати Наташа где-то прочитала про парк Лага. За пару дней до отъезда из Рыбачьего мы перебронировали точку ночлега, а мы изначально планировали остановиться под Ростовом, и в качестве таковой выбрали хутор Старая Станица, где собственно и расположен парк. Пораньше позавтракав, утром понедельника, выезжаем из Рыбачьего. С учетом того, что это уже рабочая неделя, двигались мы практически без пробок. Единственное, пару раз попали под нехилый такой ливень, ну это было еще под Кубани. И таким образом, Камец-Шахтинскому подъехали уже к 7 вечера, где в очередной раз с завистью посмотрели на Парк Патриот. Надо бы все-таки как-то спланировать маршрут таким образом, чтобы заглянуть сюда. Проехав мост через Северский Донец, буквально через пару километров уходим с М4. Вон, указатель, Старая Станица. И тут главное в развязках не запутаться, уж больно мудренный разъезд какой-то получается. Все, почти приехали. Вон ориентир, скульптура «Донская казачка» провожает казака на войну. Дело в том, что место, куда мы едем, казачья станица. А если точнее, то здесь, на левом низменном берегу Северского Донца, с 1671 года располагалось поселение, впоследствии ставшей станицей Каменской, а затем городом Камец-Шахтинским. Позже, с 1817 года, жители станицы стали постепенно перебираться на высокий правый берег, где город и стал развиваться дальше. В качестве ночлега у нас забронирован номер в гостевом доме Юг. Ну, номер показывать смысла нет, там ничего особенного. Да и не за этим мы сюда приехали. Давайте сразу отправимся в парк. Тем более, что мы так и сделали, как только вещи из машины вытащили. Парк поражает своим размахом и красотой. Особенно очень эффектно он выглядит вечером, благодаря подсветке. Кстати, работает он с восьми утра до полуночи, так что у нас сегодня еще полно времени. Кроме того, мы также и утром, перед тем, как отправляться в путь, часик тут еще прогулялись, чего и вам советую. Ну, в смысле посетить это место и утром, и вечером. В общем, свой рассказ я буду сопровождать винегретом из того, что мы наснимали в темноте и при свете. Итак, поехали. Ну так вот, первое, что хочу отметить, это то, что парк является примером современного садово-паркового искусства, при этом создан в славянском стиле. Да, такое ощущение, что знакомые персонажи, благодаря создателям парка, сошли со страниц детских сказок. А вот избушка на курьих ножках. Какой-то коще чахлый. Видно, насколько грамотно и продуманно реализована концепция непосредственно в части ландшафтных работ, я имею в виду проектирование и создание. При этом тут очень красиво как днем, так и вечером, благодаря потрясающе грамотно встроенной системе фоновой и точечной подсветки. А еще звуковое сопровождение, ну прям очень в тему. Потрясающая фоновая музыка с хорошим качеством акустики и правильно расположенными динамиками. То есть полное ощущение присутствия, как будто музыка вокруг не перекрывается, ничего. Очень здорово. Помимо этого тут имеется, даже не знаю как сказать, наверное настоящий зоопарк. Да, вы наверное слышите, что Оля шепчет мне, что там олени. Действительно, один огромный вольер с оленями на входе, чего стоит. Ух ты, какие пятнистенькие олени. Ой, какие ручные. Пальцы береги, чтобы не кусило. Эй, какой хороший. Никогда так близко к оленя не видел. Ушки погладить можно, Ксюш. О, привет. Они вообще даже не такие ручные. Ой, я тоже хочу потрогать. Привет. 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 Че пацаны, как дела? Или вы девушки? Я в оленях не разбираюсь, честно говоря. А чуть подальше находится птичий двор, где помимо пернатых, тут представлена еще и прочая забавная живность. Пони, ламы, еноты, сурикады. О, какой идет. Эму. Кеша хороший, скажи. Какой ветер, а он такой кракетный, красивый. Он такие нахохлик, что еще. Угу. Курчавые курды. И смотри, пушистики. Капец он маленький, как собака. Какая несуразная конструкция. Он стриженый или такой на самом деле есть? Смотри, лапами так на месте. Такая тан-даран-дан-дан-дан-дан. На месте лапами, ребят, тан-даран-дан-дан-дан. Ох, что там плавает? По лошадь этот тан-даран-дан-дан-дан-дан. Как он по лошадь потешно смотрит. На лошадь завтракал еноту. Ура, они смешные дни. Слушай, они как эти самые Angry Birds звуки издают. Капец они потешные. Что, пацаны, давайте. Ух ты, все дергутся. Что, измущается что-то? Он тут, по-моему, говорил вчера. Ой, какой ты красивый. Здорово, пацаны, он говорит. Как дела? Ой, какой ты красивый. Слушай, какая красота видела. Тын-таран-татам такие. О, вилки велись такие пушистые, смотри. В общем, зависнуть здесь можно не на один час. Звери настолько дружелюбны и активны, что не замечаешь, как летит время. А это смесь кролика и оленя. Ух ты, решил познакомиться? Привет. Да, вот это чудо чудное, диво дивное. То ли кролик, то ли олень. А на самом деле это патагонская мара. Грызун из семейства свинквы. А, то есть это... Получается, этот забавный зверек, ближайший родственник морской свинки. Да? Вот, я хочу купить морская свинка. Патагонская мара. И что особенно хочу отметить, абсолютно отсутствует неприятный запах, который всегда есть в подобных местах. Чувствуется, что тут очень тщательно убираются животные. Да, я даже если честно не знаю, что тут еще можно добавить. Настолько все удивительно красиво. Ой, подожди, я сейчас умру. Ну-ка, сейчас садись, Света. Киса. Киса. Кусь. Сейчас кусь у тебя западет. Кусь, кусь может сделать. Я хочу потрогать его. А вот еще один. Эй, я его потрогал. Что же такое жесткое? Что тут дают? И чего они дают? Торитор. Можно встать палец и потрогать его. Ой, потрогал. Два раза. Мне кажется, только в этом зверинце можно час провести. И опять же, можно обратить внимание, какое музыкальное сопровождение здесь. Просто хочется поставить палец. Угу. Угу. Древнерусские былиины какие-то сейчас расскажут нам, да? Нет. Просто умру. Как вы думаете, что это? Это уборное. Представляете? Я бы, честно говоря, не смог входит в туалет в таком прекрасном месте. Терпел бы. Славоват уже для доспехов, да? Дрыщавый богатырь какой-то. А вот здесь прям настоящая крепость, или, как сказала Оля, загородная резиденция короля. Кстати, из часовни каждый час раздается мелодичный звон колоколов, а в 9, 12, 15, 18 и 21 00 оттуда выходит царь и приветствует всех присутствующих. Лично я этого не видел, но, говорят, зрелище очень впечатляющее. Но на самом деле меня больше всего восхитила не вся эта красота, а история парка. Он был создан в 2012 году на месте деревенской свалки. Точнее не то, чтобы это был прям полигон бытовых отходов, а скорее как спонтанно загаженное место. В общем, все как у нас любят и умеют. Дело в том, что в здешней балке любили проводить праздники и отдыхать в выходные жители старой станицы. Действительно, место тут очень живописное, но, как и везде, народ за собой убирать у нас не любят. В общем, со временем тут все превратилось в знатный такой гадюшник. И вот на сцену выходит наш герой, местный бизнесмен Сергей Александрович Кушнаренко. Я искренне называю этого человека героем. Он является владельцем предприятия Prestige Holding, на котором сейчас работает порядка тысячи человек. В общем, в 2011, во время вынужденного простоя, предприниматель решил занять своих сотрудникам хоть каким-то делом и привлек их к наведению порядка на прилегающей территории той самой балки. Говорят, пришлось вывести почти две тысячи самосвалов с мусором. Также в ходе работ обнаружили источники с родниковой водой. Засыпать их не стали, обложили камнем и получился пруд, в котором развели рыбы ко черепах. Потом замостили дорожки и сделали детскую игровую площадку с песочницей. И сюда сразу подтянулись мамы с колясками. Заметив интерес станичников, Кушнаренко решил продолжать благоустройство балки, уложил газон, посадил цветы. По словам владельца Prestige Holding, вообще не планировалось строить большой парк. Его расширение как-то шло постепенно, можно сказать само собой. Начиналось все с 11 гектаров, затем облагородили 25 гектаров и в планах уже освоение 60 гектаров территории. В общем, в какой-то момент команда единомышленников поняла, что получается проект, который смело можно назвать парком. Над именем долго не думали. Остановились на привычном для хуторян лага. Ударение на А. Так казаки испокон веков называли балку. Хочу отметить его очень удачное расположение. Благодаря близости М4, посетителями парка являются не только ростовчане, но и все, кто едет на юг или обратно. Что же касается нас, то мы теперь точно будем планировать свой маршрут, таким образом, чтобы обязательно остановиться где-то рядом на ночевку и заглянуть сюда, чего и вам рекомендую. Наверняка, пока вы гуляете по парку, вы проголодаетесь. И чтобы перекусить, тут есть несколько кафе, закусочных и ресторанов, названных в соответствии с тематикой парка. Светогор, Лукоморье, Премудрый Пискарь. Кстати, там, где находится ресторан Премудрый Пискарь, имеется и потрясающей красоты водопад в бассейне. Вот она какая красота. И она всю ночь усветилась. А вот там огненная река была, падала. Огненный водопад был. Да, собственно, чё это я рассказывал, проще показать. Вот так это место выглядело ночью. А на верхних карнизах, что расположены над кафе Светогор, находятся огромные вольеры, в которых обитают, не знаю, горные козлы или кто-то из семейства Балароги. Что же касается гастрономической составляющей парка, не готов что-то комментировать, поскольку мы сами были весьма ограничены по времени, соответственно, никуда не заходили. Но вообще наиболее высокий рейтинг имеет ресторан Тетери. Ну а для тех, кто хочет отдохнуть с семьей или компанией и приготовить обед самостоятельно, имеются отдельно отведенные беседки и зоны отдыха с мангалами. Только ещё раз повторю, нужно помнить, что по сути вы здесь в гостях. В парк вас пригласил заботливый хозяин полюбоваться природой и отдохнуть. Такой хороший дружелюбный котик. Взамен же просит соблюдать всего несколько простых правил, причём изложенных весьма оригинально. Вот, сию травушку, муравушку береги, ноженьками молодецками не топчи. Три поросёнка выросли и возмужали. Или, не кормите живность заморскую люфтку торской, ибо не ест она пища людской. Кстати, по этой причине у меня нет видеополёта над парком, меня просто попросила охрана этого не делать, увидев, что у меня сумка с дроном на плече. Поэтому максимум, что могу предложить, это, так сказать, взгляд со стороны. Как я уже и говорил, утром, перед тем, как двигаться к дому, мы решили ещё раз заглянуть в парк. Благодаря этому я убедился, что хутор Старая Станица сам по себе уже находится в очень живописном месте. И, немного полетав над рекой, надеюсь, я не помешал местным рыбакам, я вернулся к гостевому дому, где, прыгнув в машину, мы уже через 5 минут были на стоянке, что находится у главного входа в парк. Насчёт количества машиномест не скажу, но стоянка достаточно вместительная. Думаю, места хватит всем гостям. Кстати, ещё один вход находится левее, но парковочных мест там значительно меньше. Ну так вот, если заходить не с главного входа, то вот за той аркой вы увидите храм преподобного Сергия Радонежского. Сейчас он уже освящен и принимает прихожан. Расположен он на небольшой возвышенности, которой через многоуровневые террасы ведут ступеньки. Я после покупки своего дома теперь прекрасно сознаю, как это всё не просто создаётся. Это при условии, что у нас участок всего 6 соток. Поэтому у меня в голове не укладывается, сколько сил и средств тратится на поддержание этого чуда. Про создание я вообще молчу. Я прочитал на сайте парка, что ежедневно здесь трудится порядка 40 человек. А на зарплаты и содержание ежемесячно уходит более миллиона рублей. При этом вход в парк совершенно бесплатный. Единственное, чего просит администрация, это соблюдать следующие правила, которые, впрочем, и так я считаю, должен выполнять любой воспитанный человек. Ну какое пузачненькие здесь. Сразу видно, что всё отпуска. Не трогать скульптуры и зеркала руками. Не ходить по газонам, не выбуливать животных, не мусорить. Какие у меня икры классные, смотри. Тирим, 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 тирим. Бигфуд такой, да? Не кормить обитателей парка принесёнными продуктами. И не фотографировать местную живность со вспышкой. А вот это я, кстати, лично видел. Как важного вида тётка, простите за грубое выражение, но по поведению это действительно была тётка, с важным надменным видом. Причём она была вместе с двумя детьми и мужем. Ну так вот, мало того, что эта компания вела себя очень шумно, так ещё и фотографировала дама на айфон со вспышкой. При этом у сурикатов был вид совершенно обалдевший от этого безобразия. А сами попробуйте ночью по глазам лупить себе вспышкой. Какие же вы милахи. И такие контактные. Надо завести дома суриката. Я сделал ей замечание, что так делать нельзя, на что получил гневный взгляд в свою сторону. Но тут хорошо ей супруг сказал, что так делать нельзя и заблокировал вспышку на смартфоне. В общем, мы в очередной раз убедились, что человеческая глупость и невоспитанность не имеют гранит. Но извините, отвлёкся. Давайте поднимемся вверх. Да, отсюда отлично видно, что строительство в самом разгаре. Осваиваются новые площадки. Обустраивается имеющийся. Да, скорее всего здесь будет русский Диснейленд. Ну, точнее сказать, в русском стиле. Действительно, несложно заметить, что развитие парка не останавливается. Планируется дальнейшее расширение территории, строительство аквапарка, зона аттракционов, вон видно, уже стоит колесо обозрений, и гостиницы. А вот это очень актуально. В станице не так и много мест, где можно остановиться. В общем, я уверен, что если у хозяев всё выйдет так, как они и планируют, это будет грандиозное место. Кроме того, отдельно хочу отметить вот что. Я много где встречал комментарии, когда искал материал для этого ролика, что автор проекта на самом деле никакой не герой и вообще не является бескорыстным человеком. Просто вместе с группой инвесторов он работает над очередным бизнес-планом по созданию парка развлечений, единственная цель которого не доставлять людям радость, а исключительно получение прибыли. Даже не собираюсь спорить на эту тему, несмотря на то, что я в корне не согласен с этим. Да пускай так. Главное не в этом. Радует то, что оказывается есть у нас предприниматели, которые вместо покупки шикарных яхт, вилл на лазурном побережье или футбольных клубов вкладывают деньги в развитие своей родины. Причем особенно здорово, что это не единственный случай. Я не раз встречал в сети информацию, что какой-то бизнесмен на безвозмездной основе вкладывает личные средства в значительном объеме для улучшения качества жизни в родном регионе. Ими создаются городские парки, детские студии и школы. Возрождаются храмы, а иногда целые деревни. Слушай, удивительно, как можно много сделать, когда у тебя есть возможность, деньги и время. В общем, честь и хвала таким людям. Потрясающе, конечно. Сергей Александрович, если вы вдруг посмотрите это видео, огромное спасибо вам и всей вашей семье. А насколько я понял, сейчас действительно вся семья работает над этим проектом и прежде всего ваш сын Евгений. Ну а мы, дорогие друзья, прощаемся с вами. В следующем видео приглашаем вас отправиться в путешествие по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Понятно, что в один фильм это будет сложно уместить, поэтому планируется большой ролик и несколько коротких клипов. А сегодня всем пока, до новых встреч!